МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народная целительница Варча. Предсказываю, решаю сложные жизненные проблемы, избавляю от алкоголизма без согласия пациента по фотографии, снимаю порчу, родовое проклятие до девятого поколения, избавляю от детского испуга, бесплодия, гипертонии, соединяю судьбы людей разного возраста, оказываю помощь в бизнесе, карьере, изготавливаю обереги, стопроцентная гарантия помощи. Телефон 097-333-8143. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Народная целительница Варча, член Ассоциации по народной медицине, вот о которой сейчас шла речь в ролике сегодня у нас в студии, предлагает вам, кстати, можно звонить на протяжении этого получаса, можете звонить в прямой эфир, задавать свои вопросы, ну или если проблема серьезнее, то, наверное, надо будет обращаться. Вы обратите внимание, у нас расположены на экране номера телефонов, можете их записать и уже непосредственно позвонить лично Варча и поговорить с ней, потому что бывают такие моменты, когда не все можешь сказать, даже, так сказать, анонимно, но по телефону в эфире, я так понимаю. Одна из, наверное, главных проблем, мне так кажется, которая существует сегодня, это проблема разрушенных семей, это проблема несошедшихся судеб. Знаю немалое количество просто одиноких женщин, мужчин, которые не могут найти свою половинку, по каким-то, может быть, даже своим чисто психологическим причинам. Есть люди, которые, ну, вроде бы, любят друг друга, но они не могут удержать эту семью, их постоянно что-то вот разрывает. Вот это, наверное, одна из таких самых болезненных проблем для человека. Но бывает такое, что они не могут удержать свою семью, потому что бывает такое, что люди живут и по 20 лет, и по 30 лет, и все равно расходятся, потому что это им не дано от Бога жить. Есть такие моменты, что не могут соединиться, или есть мужчина, да, в жизни, или девушка у этого парня, но они не могут соединиться, потому что это идет венец безврачия. Что-то наделано, кто-то им мешает в этой жизни. Это нужно все просматривать, посмотреть, по какой причине, с какой стороны эта все проблема идет в ихней жизни, потому что люди обращаются ко мне и спрашивают Варыча, по какой причине, почему вот моя дочь не может выйти замуж, ей 35 лет, и она не может соединиться. Да, есть много поклонников, есть много и друзья есть, и поклонников много есть, но она не может соединиться. Встречается какое-то время, потом раз, расходятся. Поэтому это все нужно просматривать. Причина в этом была то, что ей наделано было. И нужно отчитывать, отмаливать, снять это, убрать это, ставить защиту, если кто еще захочет что-то сделать, чтобы это не смог. Потому что бывает такое, что люди вот снимают, да, и потом вот не ставят защиту, а потом это возвращается обратно. Но чтобы это не возвращалось обратно, нужно поставить защиту, оберег, чтобы эта девушка носила этот оберег. И в том месте, где убирается, мы же, когда все убираем, мы же не отправляем на людей обратно. Мы же отправляем совсем, как сделали, откуда это посылали, откуда это направлялось, туда мы и отправляем обратно. И это все убирается с божескими силами. Дар, который дано от Бога. Чтобы мы помогали людям, так и мы и помогаем людям, чтобы это все убрать с людей. У вас были такие в вашей практике ситуации, когда вот, ну, действительно, семья живет, но вот что-то какое-то недоразумение у них между ними происходит, хотя вроде бы они разводиться не хотят, но и чувствуют, что вот, знаете, как два одинаковых полюса магнита, вот они отталкивают друг от друга и так далее. Бывали у вас такие ситуации, когда вы восстанавливали семью и вот убирали вот это вот отталкивающее? Конечно, конечно, это бывало и много раз бывает такое, когда очень хорошо живут вот в семье, и все отлично, и друг друга вот в семье понимают, сколько лет живут, все хорошо. И в один миг, в один день начинается вот разрушение, начинаются какие-то недопонимания, скандалы начинаются. И начинается потихонечку семья рушиться, тухнет в семье, начинаются слезы, скандалы. И самое главное, извините, самое главное, что люди вот, ну, бытует такое мнение уже, что, ну, любовь, она быстро проходит, ну, а семью надо продолжать в семье жить, потому что дети растут, надо детей ставить на ноги, что ранее детей будем жить дальше и так далее. Вот, но самое жуткое, что ребенок-то живет в этой среде, вот этих вот скандалов, недоразумений, постоянно каких-то претензий, придирок и так далее. И это на ребенка еще сильнее действует, чем нежели... Это очень действует на психику ребенка. И начинает ребенок думать, переживать, расстраиваться, что у родителей, у них семья рушится, понимаете? И потом сам ребенок, когда вырастет, ему самому будет семью, трудно будет создать, наверное? Конечно, конечно, конечно. Поэтому, если вот такие вот моменты есть, это нужно обращать внимание на это. Потому что вот люди у меня были вот именно вот по такой причине. И у них именно вот сделано было, на ихнюю семью порчено, видено было, на скандал, который вот ихнюю семью хотели именно разрушить, чтобы расходилась семья. Поэтому нужно обращать внимание. Нельзя это допускать, чтобы до разрыва семьи пошло, чтобы разрушилась семья. Нужно обращаться к мастеру, чтобы мастер определил, что там за причина, что творится в семье, чтобы семью успокоить, чтобы наладить все отношения. И сегодня, тем более, мы такое время переживаем, что, ну, к сожалению, не самые лучшие времена для нашей страны. И многие люди озлоблены. Многие люди вот из-за этих переживаний, из-за каких-то, так сказать, негаразов, которые встречаются вот. И когда они видят, что вот кто-то живет лучше его, то возникает не просто, так сказать, какая-то зависть, а зависть такая замешанная на злобе, на вот какой-то вот, ну, на таком, на очень нехорошем таком градусе такой температуры. Конечно, и на злобе. А есть такие моменты, что люди вот нормальные, да, адекватные. И вот начинается вот именно вот злобость. Почему? Потому что их таким становится нечистая сила. Начинают люди болеть. Начинает то голова болеть, то нога, то за шеей, то руки начинают. И начинает человек злиться. Чего это у меня болит? Почему это произошло? Обращаются к врачам. Они не могут понять, там все нормально, все хорошо, а зря болит. И не могут понимать, от чего это болит, по какой причине. Потому что бывает такое, что у них негатив есть. Что у них что-то творится в доме, что у них что-то творится во дворе, но они этого не знают. Поэтому вот обращаются люди и приезжают. То есть вы как мастер должны вот это все прочитать, да? Конечно. Проанализировать и... Проводится диагностика. Смотрит. Я смотрю, определяю, что там творится. Хоть во дворе, хоть в семье. Если что-то наделано на этих людей, если что-то послано на этих людей, если какие-то черные ритуалы сделаны на них, я это все определяю и говорю. Это нет значения, что, какая вот. Потому что есть, да, наводят порчи, но каждая порча имеет свой знак. Это не просто одновидная порча. Есть многовидных порчей, которые люди наводят. И нужно посмотреть, как это нужно снять. С какими атрибутами это нужно снимать. Понимаете? И это не так уж легко, как кто-то и думает. Это над этим нужно работать. Стараться. Бывает еще, знаете, какие ситуации? Бывает, ну, человек там из общего круга знакомых, да? Ну, хорошо знакомый, там, можно сказать, там, не друг, но приятель, короче, там, или приятельница. И когда приходят в дом, то вот чувствуешь, вот, ну, что-то мне неприятен этот человек. Вот я вот не хочу с этим человеком общаться, хотя вроде бы внешне нормальные, интеллигентные отношения и так далее. И после ухода этого человека тоже что-то начинается, там, тарелку разбил, что-то собака вдруг залаяла, еще какие-то вещи происходят. То есть бывают такие люди, которые просто несут негатив, получается. Бывает такое, я вам хочу сказать, вот смотрите, бывает такое, что этот человек начинает завидовать, что у этого человека есть больше, а у них нету. А бывает такое, что они начинают, вот, приходить и начинают возле порога выливать то воду, то мертвую землю, то еще что-то не очень хорошее, я не могу в студии говорить это. И бывает такое, вот, если праздник, да, день рождения, или там какое-то вот тоже семейное торжество, да, 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 или святые праздники, то несут подарки, а этот подарок есть негативный, на него какое-то вот воздействие, на него вот какая-то порча сделана, потому что ни один человек уже обращался, даже вот дарят, даже тот крестик, даже ту цепочку, даже ту куклу, или ребенку, или какой-то сувенир, на нем наложена вот именно вот порча, который вот хозяин берет их в руки, и это все идет, этот негатив на этих людей, или даже перенесет через порог, очень большой неприятности идет в доме, большой негатив. А как вы считываете, вот, предположим, да, люди приглашают вас, или вы, предположим, когда человек вам обращается, да, вы беседуете с ним, вы считываете информацию, понимаете, что что-то, какой-то предмет в семье есть. Конечно. А как вы потом определяете, вот вы заходите в квартиру? Я не захожу никогда то, что я работаю над этим человеком, и снимаю вот этот негатив, вот эту проблему с человеком, с их семьей, с их дома, с их двора. Вы знаете, вот сегодня, ну, в церковь стало больше ходить людей, да, вот, больше стало верующих, но все равно есть люди, которые, ну, атеисты, так называемые, они в это не верят совершенно, и даже когда объясняешь, что ведь молитва, это не просто какой-то бездумный набор старославянских каких-то слов, выражений, это тоже своеобразный код. Любая молитва, это какое-то закодированное послание и какое-то вот закодированное деяние, вот, читая эту молитву, вот происходит, вот что-то происходит, что происходит? Конечно, происходит, потому что, если человек, у человека есть негатив, и начинает он читать эти молитвы, он будет читать и днем, и ночью, но божественные силы и всех святых, они не дойдут до этого человека. Почему? Потому что он находится нечистью, от него отталкивается, вот, все хорошее, а тянется все плохое. Поэтому, когда мастер дает эти же молитвы... То есть получается он как своеобразная скорлупе, и эта молитва просто не доходит. Конечно, когда мастер дает этому человеку, чтобы он читал эти молитвы, эти обряды, так эти обряды, эти молитвы, они укрепляются за этим человеком, и они доходят до него, и тогда человек исцеляется лучше и лучше, днем за днем. если у человека уже года, например, 10 лет, и 5, и больше, и по 20 лет порчи на нем, это же за один день, за два не уберешь это все, это нужно просматривать, сколько нужно работать над этим человеком. Вы когда работаете с людьми, вы же наверняка тратите, ну, не только свое время, вы тратите свою энергию. Конечно. Вот, и это забирает достаточное количество сил. А как вы восполняете эти силы? Это все восстанавливается. Это все, когда убирается весь негатив, например, с человека или с семьи, после этого, когда уже заканчивается работа над этим человеком, получает, получает все в семье все свои защиты, все свои обереги, тогда уже я и бабушка, мы друг друга очищаем, и мы свои силы назад восстанавливаем. То есть вы бабушке помогаете, бабушке помогаете? Врач, а еще такой вопрос, вот перед вами свеча, такая красивая Мадонна с младенцем и вот шар стеклянный, это вот два атрибута, которые, наверное, вы тоже, да, используете? Конечно. Это свечечка, которой я работаю с детьми. Если ребенок рождается с негативом, потому что очень многие, которые обращаются сейчас, вот ходят беременны, наступают на плохие места или что-то сделали, или наступила возле своего порога на плохое место, это же идет на женщину, на ее плод. Как на нее вот этот негатив вот поднимается, так и на ребеночка. И есть очень многие, которые рождаются, дети, они начинают плакать, беспокойные, и ночами не спят. и вот они приезжают ко мне, я все просматриваю, я начинаю работать именно вот с такими свечами над детьми. Я принимаю детей маленьких бесплатно, если есть какие-то проблемы, я их принимаю, просматриваю и говорю уже родителям, что нужно для этого, чтобы убрать вот этот негатив с детьми. Да, потому что часто встречается, что вот есть там малыши, вот эти груднички, есть совершенно абсолютно спокойные как танк, там детьет, его покормил, положил, все, он себе спит, всю ночь, все нормально. А есть дети, которых подолгу невозможно успокоить. Это же бывает на улицах часто наблюдаешь, вот мамочка с коляской едет, а ребенок вот беспричинно, она вроде на него не кричит, она как-то сочувствует ему, но вот у него что-то включается, он начинает кричать и постоянно плакать, капризничать, вот такие тоже ситуации бывают. Бывает очень много и разные ситуации бывают, люди обращаются, мы всем помогаем, кто приходит. Есть такое, даже колики у детей есть, и мать беспокоится, и приезжают ко мне, говорят, Варча, что делать, вот так делай, вот так, или звонят ко мне, я советы даю даже по телефону, потому что далеко находятся, и им тяжело приехать. Варча, что сделать, как помочь, или даже в доме, или во дворе, или в квартире, не везет, как будто все с мертвым грузом стоит, бывает такое. Я объясняю, что нужно сделать, если уже не помогает, тогда уже приезжают ко мне, ко мне, конечно. Я понимаю, у вас уже есть прямо целые семьи, уже несколько поколений, да, от старших к детям, от детей к внукам переходит, это знание, потому что действительно удобно иметь телефон, позвонить, посоветоваться. Конечно. Кстати, я вот о телефоне вспомнил, обратите внимание, у нас вот в титрах есть два телефона, варчи, это прямые ее телефоны, можете звонить смело, вот, говорить, ну, единственное, если будет занято, значит, она с кем-то другим разговаривает по телефону, ну, запишите эти телефоны, я думаю, что, ну, не дай бог, что-то у вас произойдет в вашей жизни, она вам обязательно поможет. Я бы еще, знаете, о чем хотел поговорить? Очень важная вещь, наша жизнь, составляющая, вот, помимо семьи, помимо детей, это наша работа, это наше делание, и вот бывает, что, ну, все валится из рук, что-то не получается, не складывается карьера, там, бизнес, предположим, не идет, вроде бы, ну, придумал классную схему, да, вот, есть же такие бизнесмены, они придумывают хорошую схему, она вроде бы работала, работала, бац, и что-то сломало, что-то перестало. Таким людям помогаете? Борис? Конечно, помогаю, но, смотрите, сейчас, во-первых, в стране, что творится, это тоже нужно, вот, смотреть на это, со стороны, потому что, видите, тяжело в стране, а во-вторых, очень многие, это действительно, люди обращаются по этому вопросу, потому что, у них все хорошо было, и на работе, и люди, которые даже в рейс уезжали, они ехали свободно, никаких торможений не было, а вот сейчас, вот даже вот позавчера человек ко мне обращался, потому что говорит, варча, то одно поеду, сделаю, и документы потерял, что-то вот все начало рушиться, и непонятно от чего, я все просмотрела, а там от зависти, от зависти, вот именно вот, которые им завидуют, их не в семье, потому что люди могут жить хорошо, а другие не хотят, ленивые, не хотят работать, понимаете, поэтому... У меня, кстати, вот среди моряков несколько таких ребят, друзья, которые рассказывали, ну, уже они в возрасте, ребята, вот они уже, так сказать, достаточно возрастные, и рассказывали, что вот там, из года в год постоянно, причем они одновременно с несколькими, сейчас же вот разные фирмы работают, вот которые моряков, так сказать, на суда фрактуют, вот, и говорит, слушай, за меня просто фирмы между собой дрались, я думал, пойти, выбирал, пойти в этот рейс, или пойти вот на это судно, или пойти туда, и несколько десятилетий человек плавал, работал, все, а потом бац, как отрезало, вот везде ходит, а там ничего, туда приходит, а там ничего, то есть человек в ступоре, год не может уйти в рейс, вот такие тоже ситуации, бывает, причем не одна такая ситуация. Возвращаются люди, я им помогаю. Если нету никакого негатива, я обязательно даю защиту на продвижение в бизнесе, в карьере, конечно, это очень хорошо работает, и обязательно нужна защита, потому что сейчас очень многие люди, которые друг другу завидуют, и непонятно, что они сами хотят, потому что другие вот работают, нормально все, а другие вот хотят работать, но не получается, бывает такое, и начинают завидовать друг другу, начинают пакости делать, понимаете, поэтому это все нужно просматривать, нужно обращаться к мастеру, чтобы мастер все просмотрел, определил, потому что сейчас часто очень начали болеть люди, и не понимают, от чего начинают болеть, какие-то депрессии начинаются, но сейчас больше это вот здесь, скорее всего, это больше горит. Вот, начинают нервничать, начинают вот беспокоиться, поэтому, или вот даже есть такие моменты, что есть такие дни, что вот ночью едут домой, да, с работой, вот даже вот неделю тому назад обращался человек ко мне, что вот проехал, вот выбрасывают такие вот нехорошие, нечистые дела, которые выбрасывают на дорогах, на перекресток, вот, вы просили, а человек проехал через это место, и вот это вот все пошло на него, да, и он начал, вот голова начала беспокоить, и вот вода льется с него, он не понимает, что с ним творится, а силы уходят, силы он ложится, а силы уходят, он не может подняться, жена звонит, мне говорит, Варча, вот так и так, говорю, я не могу приехать, я не выезжаю, если вы желаете, берите его сына, приезжайте ко мне, я все просмотрю, да, действительно, его привезли, и он проехал очень плохие, вот, переехал через вот перекресток, и там, которые вот именно черные ритуалы делали, его просили по дороге. А бывают такие ситуации, когда, предположим, родственники обращаются к вам, вот, ну, там по поводу проблемы, предположим, с мужем, да, вот пришла жена, и вот просит, помогите, вот что-то сделайте, как-то поправьте, а он, вот он не верит в эти вещи, вот он не верит в то, что может что-то произойти, вы можете переломить, так сказать, его убеждение, или вы можете просто, каким-то образом на него воздействовать, чтобы просто все... Если кто-то приходит, из его родственников, с его фотографией, это сто процентов, что я помогу этому человеку, но я должна посмотреть, что там за причина. И я помогаю таким людям. Конечно, есть такие люди, которые отталкиваются от этого. Почему? Потому что бывает такое, что у них вот именно порча, которые вот нечистая сила, их не пускает, чтобы они, значит, шли к добру, чтобы они очистили, чтобы всех снять с этот неатив, а наоборот, тянуть к себе. А может бояться, наверное, бывает такое. Есть такое, что и боятся люди, но отчего будут бояться, если мы же не работаем с черными делами, а мы же с светлыми работаем, мы же с Богом работаем. И человек видит, если я начинаю работать над человеком, не то, что ко мне приезжают люди, а свой результат, они все перед собой видят, что даже если есть негатив у человека, они перед своими глазами его видят. Они как выселяются, как выходят, как они освобождаются от этого, как они очищаются, они все перед собой видят, свой результат. И они работают так, чтобы человек не видел свой результат. Он должен все перед собой видеть, какая у него очистка идет. Я хочу обратиться к нашим телезрителям. У нас еще буквально минут 5 остается до окончания эфира. Вы, может быть, нас заслушались, но позвонить не решаетесь. Позвоните, пожалуйста, 737-7310, если есть такое желание, чтобы вы успели, потому что передача уже скоро закончится. Либо, как я говорил раньше, запишите номера телефона, которые вы видите в титрах, и можете непосредственно в Арчи позвонить и с ней посоветоваться. Я вот о чем еще хотел поговорить. Вы еще изготавливаете обереги. Конечно. В каких ситуациях и вообще из чего они делаются? Я понимаю, что технология – это какая-то тайный секрет, но все равно интересно, какую-то завесу. Обереги изготавливаются, талисманы, обереги изготавливаются. Каждый человек рождается под своим знаком. Каждому человеку изготавливается под его фамилию, число, месяц рождения. Это нет разницы, что будет. Даже может быть и палочка. Но этот заговор, наши силы божеские, Эти вот талисманы, которые мы уносим, мы заговариваем их. Есть еще талисманы, которые на продвижение бизнеса. Я их в студии с ним привезла, не показывала. Но, может быть, на следующий раз принесу, покажу. Но это каждому индивидуально изготавливается. Это очень сильные талисманы. Если кто-то что-то хочет сделать плохое на человека, это никогда уже не сможет сделать, если человек носит с тобой талисман. То есть своеобразный экран такой, да? Это все отталкивается от этого человека. Хоть женщина, хоть ребенок, хоть мужчина, хоть пожилой человек. Это нет разницы. Абсолютно. Я изготавливаю все талисманы, обереги. Каждому индивидуально. Да, ну поговорили. Конечно, наверное, актуально для многих бизнесменов и для тех людей, которые хотят сделать карьеру. Это, конечно, очень важно. Мы еще говорили, на прошлой передаче с вами говорили о том, что есть еще одна из проблем у людей – это бесплодие. И у вас были такие успешные случаи, когда вы помогали людям от этого избежать? Конечно, это сто процентов, что я помогаю. Если женщина не может родить ребеночка, бывает такое даже, что у нее есть ребенок, а второго не может родить, потому что что-то мешает ей в этом. Это нужно обращаться, чтобы я все просмотрела. Тогда я просматриваю и говорю уже, я смогу помочь в этой ситуации. Если это по моей части, тогда это сто процентов, что я помогу. А если нужно обращаться к врачу, тогда я уже говорю, что нужно обращаться. Если это по моей части, тогда это сто процентов, что я помогу. Еще несколько слов о детках. Существуют же такие ребята проблемные, у которых с психологией, с психикой достаточно тяжело. Они боятся идти в школу. Они боятся находиться в классе. У них какие-то страхи. Детские какие-то испуги. Собака гавкала неожиданно, и ребенок от испуга заикаться начинает. У него нервные какие-то проявления. С этим можно работать? Ну, конечно, можно работать. С этим люди обращаются, потому что бывает такое. Очень мало то, что бывает в школу, когда идут. Такого очень мало то, что если в школу. А бывает очень много случаев такие, что от собаки боятся, на улице выходить боятся. Обращаются, конечно, потому что у ребенка, если он маленький был, или стук какой-то был, или он действительно испугался от чего-то, и этот страх нужно вынести, отчитать, отмолить от ребенка, убрать вот этот испуг, потому что он глубоко находится, и они не могут понять. Бывает такое, что они даже, вот при разговоре, они заикаются, дети. Бывает такое. Да, этим люди обращаются, я помогаю. Спасибо вам огромное. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, что вы записали номера телефонов. Ну, в крайнем случае, вы будете видеть повторы, и можете в YouTube найти, на нашей страничке, Медиа-Информа Одесса, там можете найти эту передачу, если запишите телефон, обращайтесь. А мы будем регулярно встречаться, и я надеюсь, что эти наши встречи будут не бесполезны для вас. Самое главное, знайте, что Варча предлагает вам помощь, она предлагает вам помощь, и каждому, кто в этом нуждается, если у вас что-то произошло, что-то случилось неприятное, какие-то проблемы в личной жизни, в бизнесе, я думаю, что она в карьере. В семейных отношениях, если кто не может соединиться, звоните, я всем рада помочь. Или что-то не получается, или с работой, или в доме. Звоните, я всем дам советы. Всем рада помочь. До свидания всем. Спасибо. По многочисленным просьбам индивидуальной консультации проводит знаменитая Варча, которая является действительным членом Ассоциации специалистов по народной медицине. Сниму порчу. Родовое проклятие до девятого поколения. Избавлю от бесплодия. У вас случилась беда? Злоупотребляет алкоголем муж или сын? Я избавлю от алкоголизма 100% по фото. Вас покинул любимый человек? У вас полный хаос в делах, проблемы в бизнесе? Я окажу помощь в вашей карьере. Вас атаковали болезни? Хотите быть здоровыми, счастливыми, успешными? Обращайтесь ко мне. Соединю людей любого возраста. Ставлю защиту от сглаза и порчи. Сделаю индивидуальные талисманы и обереги. Я помогу разрешить ваши проблемы. В моих силах сделать возможным невозможное. Всех, кого мучает одиночество, невезение, неудача, в том числе и в бизнесе, скандалы в семье, бездетность, депрессия, чувство тревоги и страха за детей. Не отчаивайтесь, я смогу вам помочь. Обращайтесь по телефону. Украина. Плюс 3. 8 0 97 333 81 43. Плюс 3. 8 0 68 837 63 83. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова